Визит премьера Дмитрия Медведева в Иваново начался с посещения фабрики «Красная талка». Наш регион, председатель российского правительства, прилетел для того, чтобы обсудить состояние текстильной промышленности. «Красная талка» – одна из старейших фабрик. Это бывшая сицепечатная и красильная фабрика витовых. После нескольких лет запустения предприятие возобновило работу и теперь занимается отделкой хлопчатобумажных тканей. Только за 9 месяцев текущего года было выпущено почти 70 миллионов погонных метров ткани. Сейчас на предприятии трудится почти 500 человек. Средняя заработная плата превышает 22 тысячи рублей. Не каждая фабрика может похвастаться такими показателями. Предприятия все в разном состоянии. Я вот тоже сейчас посетил одно из старейших предприятий Ивановской области «Красная талка», основанное в 1780 году, то есть такое бывалое уже предприятие. Хотя условия труда применительно к стандартам отрасли вполне приемлемы, оплата труда выше, чем в среднем даже по Ивановской области. Но эта картинка не везде такая. Во многих предприятиях ситуация хуже. Существующие проблемы и перспективы текстильной промышленности Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов на специальном совещании. Премьер коротко остановился на тех проблемах, которые сдерживают развитие отрасли. Это и старение производственных мощностей, зависимость от импорта сырья и жесткая конкуренция. По словам Дмитрия Медведева, правительство примет меры, которые должны простимулировать развитие отрасли. Но и предприниматели не должны сидеть сложа руки. Конечно, важно, чтобы вместе с государством как можно активнее боролись за рынок сами производители. Наши люди уже другие, это вы все отлично знаете. Они хотят покупать современные товары, которые не уступают импортным по дизайну, естественно, по качеству. В условиях жесткой конкуренции выживают те, кто быстрее реагирует на требования рынка. Одна из главных задач – создание собственной сырьевой базы. Здесь многое зависит от смежных отраслей. Сельского хозяйства и химической промышленности. Как пример, Дмитрий Медведев привел Ивановскую область, где планируется производить полиэфирные волокна. Проект полезный, безусловно, он заслуживает поддержки. Также надеюсь, что по итогам сегодняшнего совещания будут подготовлены предложения по линии Минпромторга и Минэнерго, для того, чтобы такого рода проекты продвигать. Ивановский регион остается лидером в области производства хлопчатобумажной продукции. На его территории выпускается 70% российских тканей этого вида. Одна из давних проблем – поставка хлопка, который приводят из-за рубежа. Ситуация усложняется тем, что сырье поступает не через Ивановскую таможню. Анализ показывает, что примерно 20-25% цен занижены. Какие мы видим решения этой проблемы? Прежде всего, эта ситуация уже озвучилась. Я просил бы к ней вернуться, сделать Ивановскую таможню центральной, эксклюзивной по приему тканей, пряжи и изделий текстильного назначения. При современном электронном обороте я не вижу в этом плане каких технических сложностей. Также Павел Коньков обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой оказать содействие в строительстве завода синтетических волокон и включить этот объект в перечень приоритетных инвестиционных проектов, способствующих импортозамещению. Правительство области уже профинансировало изготовление проекта с медной документацией. Но вопрос кредитования вызывает у чиновников определенную тревогу. В целом есть предварительная проработка с Внешэкономбанком по этому поводу. Хотя по завершению проекта в декабре этого года, и когда все документы в январе в ВЭП поступят, банк сделает по этому поводу окончательное какое-то заключение. Честно говоря, очень боимся тут какие-то отрицательные ответы получить. Потому что в любом случае проект коммерческий, проект окупаемый, и вопросы кредитования, они должны быть в какой-то форме решены. Просьбы Павла Конькова Дмитрий Медведев попросил отразить в протоколе. Я пообещал не ставлять без внимания вопрос финансирования важного для Ивановской области инвестиционного проекта.